вот ребят все мы ближе ближе к этому месту просто чем показать и вот это вот храм вот видите такая длинная длинный длинный такой шест находится здесь вот это вот место как раз где 680 лет назад человек достиг самадхи вот на этом месте и вот в его память здесь люди значит каждый год вот опускают вот этот вот палку чистят ее наверху там кладут прошат снова и поднимают а мы топаем ребят вот в это место вот в этот вот храм чем он интересен ребята он интересен тем что в нем находится вот этот вот шива линга вот этот шива линга и различные вот остатки древностей остатки лингомов шива линга мы часть из которых видите разрушенные вообще совершенно до основания вот часть из них вы видели уже такие приблизительно вон кореш вар вон кореш вар такие же вот приблизительно скульптуры лица похоже и на инков и на кого только не похоже вот чем тут это интересно тем что сюда просто сносят найденные камни вот люди просто нашли камень какой-то с какие-то гравировкой с чем-то там вырезанным они приносят сюда и самые как бы ценные камни с самыми древними находятся вот здесь вот но мы с вами идем посмотреть вот кроме конечно вот этой вот жемчужины до которая лежит здесь просто валяется покрывается пылью вот этот вот лишь его лингом ребят который является вот он чуть-чуть его тут забетонировали что ли я не пойму тут кто-то пытался починить вот но судя по всему это вообще один из древнейших шива лингомов существующих откуда-то принесли вот эту всю штуку откуда никто не знает на вопрос а кто это сюда принес и почему он тут стоит они отвечают просто мы не знаем потому что сам вот этот вот храм который мы находимся ему больше трехсот лет вот мы топаем ребят вот сюда вот в этот вот место вместо где поклоняются раму вот это шива лингом посвящен раме и вот здесь вот тоже находятся три четыре таких вот каменных барельефа один из которые ребят я хочу вам показать вот оно не знаю насколько вам хорошо его видно но это тоже вот такой в общем сидящий в позе вот ноги живот и четырех рук и такое существо с с лицом у него на груди какая-то какой-то артефакт на груди виден член вот и здесь покрашена вот тут на голове там разукрашена и от древности видите лицо уже даже камень поплыл вот такой древнейшая такая штука ребят сколько лет от этому камню я очень с трудом могу сказать потому что если паршупати датировался неолитом то я думаю что вот этот камень тоже нужно народ датировать неолитом потому что практически я не скажу что он повторяет паршупати но вот поза допустим вот это вот по запас но это все как паршупати вот эти две такие штуки которые конечно можно на них смотреть смотреть и просто засматриваться часами тут я не знаю где все эти люди которые приезжают и все это должны все это датировать где они почему они отсутствуют здесь вот но нет никого никому интереса ребят вот нет нет никому никакого интереса вот этим структурам часть из них можно найти да мы видели в омкарешваре такие вот скульптуры большие маленькие но вот это вот это просто удивительная просто штука вырезана видите на таком треугольном камне фигура человека с четырьмя руками вот у него тут то ли язык то ли он курит трубку то ли это вообще чал я не знаю но факт тот что то не одна рука 2 3 4 а может быть это он в руке держит что-то наподобие кнута вот что в руках тоже очень тяжело сказать на груди у него какой-то амулет или это сердце или это атма обозначение атма который внутри каждого человека это наверно манипул чакра ребят тяжело очень сказать выносить на свет нельзя трогать нельзя вот потому что является как бы объектом религиозного поклонения вот такие общем ребята удивительные места вот как мы видим обычный храм до полностью рама с его семьей с хануманом со всеми пирогами но интересно что здесь находится известный уже вам до вот этот вот персонаж который я считаю он приблизительно как архангел гавриил калбайра такие дела ребят давайте еще раз глянем на вот этот вот шеволинга сюда ребят сюда вот надо археологом ехать и просто потому что здесь низко я не знаю здесь я не знаю можно залезать или нет вот смотрите вот эти камни там и ход выбирать и выбирать потому что там он какие-то гравировки нам барельеф и какие-то камни с какими-то барельефами с какими-то там что это такое вообще непонятно как миниатюрные какие-то барельефы сделаны смотрите да какое изумительное допустим вот лицо который ну явно напоминает вот майя ацтеков майя ацтеков вот какой-то камень что это такое но это уже такие известные штуки вот тоже там и видели много раз а здесь лица не сбиты наверное здесь они народ древности хотя тоже по моему сбиты вот ну конечно жемчужина всей этой штуки да вот вот видите это линга мы которые камень уже новый вот эти как классно сохранилась как классно сохранился барельеф здесь я сейчас обойду покажу вам этот барельеф и какая древнейшая вообще штука сколько и лет древнейшие совершенно смотрите ребят уже от времени пропавшие уже вот вот ну конечно шеволингом это что-то золотое шеволингом вот этот вот который который является ну по моему мнению прихистой смотрите какой огромный где-то найдены здесь и принесенные сюда кем непонятно потому что уже 300 лет назад он здесь уже стоял причем вот он стоит на каких-то камушках здесь постоянно видит подделать вот 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 такое место вообще не знаю это починено или так он и есть или это да но это вот бетон кто-то за за замазал вот это вот место бетоном чтобы за задержать наверно падение что ли этого лингома какие-то надписи смотрите камень с какими-то надписями что это за надписи никто не знает вот вот там то я все ребят давайте отдавать я же я вам показать вот эту вот штуку очень сохранившуюся гляньте какая сохранившийся красотища на такая вот везде она есть такие да и в шри-ланке и смотрите прекрасные со сбитым лицом и тут лицо сбили да что за вы мусульмане за люди такие а вот тут смотрите лица сохранились третьи прекрасные лица ангелов наверно и вот и вообще спасать это как в наверно символизирует три мира да трехмерия такое которое при историческое 3 гранит ребят смотрите какой в отличие от этого камня но это явно такой гранит на века какая красотища видела ну конечно вот это вот печати вот этот вот лингом ребят это где гудно и все ребят давайте я погнал пока